10 апреля, 15.40, на номер 112 поступает звонок. На том конце провода потерявшийся житель Бобруйского района. В поисках задействованы 40 спасателей и 10 авто. Сориентировать мужчину помогают сирены пожарных машин, рекомендации диспетчеров и звук проезжающего вдали поезда. Однако через несколько часов связь пропадает. Последнее, что скажет человек, больше идти не могу. Перемещение в лесном массиве затрудняет болотистая местность и сырая погода, из-за которой заблудившемуся не удается распалить костер. На поиски уходят сутки, пройдя на десятки километров, а результата нет. К полудню 11 апреля мужчина самостоятельно выбирается из леса и чудом возвращается домой. Не знаете лес, не ходите, ради бога. Ну вы же вот знали? Нет. Там тоже пошел первый раз. Хоть сезон сбора лесных даров еще не в разгаре, сейчас-то можно найти лишь сморчки. Тем не менее, в разных уголках Беларуси теряются люди. Кого-то тянет в лес на прогулку, кто-то уходит в поисках лечебных трав. Однако, каким бы ни был повод перед походом, стоит основательно подготовиться. В 21 веке поход в лес выглядит иначе. Отправлять за грибами или ягодами нужно собрать с собой минимальный набор. Захватить заряженный смартфон, портативную зарядку и фонарик. Не лишними будут спички, нож, вода и запас еды. Немаловажный фактор – внешний вид. Камуфляжную одежду однозначно стоит отбросить в сторону. Вещи должны быть плотными и яркими. Кстати, будет красная кепка, косынка или любой заметный предмет. Чтобы не потеряться, если вы идете компанией, можно воспользоваться свистком. Его звук слышен за 2-3 километра. Но если сбились с пути, главное не паниковать. Нужно всегда помнить, даже из детства этому учат, ориентир по солнцу. Нужно запоминать, в каком направлении идете, обращать внимание, в какую сторону светит солнце. Соответственно, в противоположную сторону, когда вы уже будете выходить, можно выбраться из леса. Ежегодно в белорусских лесах теряются десятки жителей. Кто-то находит дорогу к дому сам, а кого-то днем с огнем не сыщешь. Основная причина таких потерь – излишняя самоуверенность. Но, как показывает практика, заблудиться можно даже в трех соснах.